Добрый день, это канал Федерал Пресс, меня зовут Елена Аталыкова, я обозреватель западно-сибирской редакции. Сегодня гостем нашего видеоинтервью станет инициатор большого городского проекта в Тюмени ивент-парк Лебаршева Александр Андросов. С ним мы поговорим о том, на каком этапе строительства находится проект сейчас, когда мы сможем прогуляться по парку и о многом другом. Александр, еще раз здравствуйте, рада видеть вас в качестве нашего гостя. Поясните, пожалуйста, для нас, для наших зрителей, правильно ли понимаешь, что проект ивент-парк Лебаршева – это только часть плана по благоустройству берега всего озера? Да, это, ну, в основном, конечно, ивент-парк – это большая часть, которая будет строиться. То, о чем вы снимали сюжет, это, можно сказать, там, капля в море, это, не знаю, может быть, даже 0,5% всего парка, но мы понимаем, что вот эта площадка, где мы построили трибуны, где пирс, она, скорее всего, останется в концепции, потому что это очень густая такая зеленая часть, она будет оставаться. Поэтому там уже строим какие-то временные объекты, там уже приучаем там животных, да, то есть они, раз идет застройка с обратной стороны, то есть животные все кочуют на этот берег. Вот поэтому садим деревья, облагораживаем, следим за растениями, поливаем. Вы упоминали, что на стройку где-то уйдет 5-7 лет. Вот поэтапно расскажите нам, что появится в течение этого времени и когда? Да. В концепции мы рисовали три этапа, то есть это, ну, грубо говоря, благоустройство зеленой части береговой линии, дальше благоустройство той части в сторону улицы Мельникайте и основная, ну, такая тяжелая часть, да, так скажем, это уже строительство больших капитальных объектов и благоустройство со стороны реки Туры. То есть там просто сейчас очень болотистая местность, туда нет дорог, ну, и этот, и там планируется дорожная развязка и строительство микрорайона, поэтому, скорее всего, это будет последняя часть. Параллельно с этим будут идти следующие процессы. Уже запущен процесс по проектированию переноса линий электропередач. Сейчас разрабатывается проект и в конце этого года, насколько я знаю, будет разыгран аукцион на очистку озера. В июне, июле следующего года подрядчик должен выйти на процедуру по очистке озера. Очистка озера и углубление, соответственно, займет где-то два, ну, максимум три года. Мы все понимаем, что здесь уже густонаселенный район. В этом районе, кроме Гагаринского парка, ну, в пешей доступности очень мало таких ивент-площадок. Поэтому мы ставим задачи еще параллельно вести эти процессы, чтобы было удобно и комфортно всем. То есть мы ставим себе задачи и зимой, и летом проводить там какие-то мероприятия. Неоднократно говорилось, что проект Алибаши, он стал таким уникальным и для Тюмени, и для России в части взаимодействия с властью, с населением. Для многих людей словосочетание инициативное бюджетирование, соучастное проектирование – это, ну, вот ни о чем, как будто бы, да? Вот объясните нам особенности этих форм работы с властью, с населением и те преимущества, которые вы для себя как бизнесмен отметили. Ну, что касается, допустим, инициативного бюджетирования в нашей области, это была практика применена впервые. Что нам понравилось, то есть достаточно простая процедура, не сильно там, ну, бюрократия такая, так скажем, не сильная. Нам очень легко было презентовать свой проект, мы очень легко собрали голоса, потому что за нас ребята голосовали, те, кто знал о проекте, там, от Владивостока до Калининграда. То есть мы достаточно легко выбились в пятерку лидеров, вот, по инициативному бюджетированию. Я не заметил какой-то, знаете, суматохи там, ну, каких-то вот припонов, все прошло достаточно легко. Это интересный формат, это формат, когда действительно любое сообщество не имеет там, не знаю, не нужно регистрировать общественную организацию, не нужен какой-то специальный лицевой счет там, то есть все просто, собрались, собралась инициативная группа, презентовали свой проект, этот проект вышел в финал, и дальше жители города имеют право участвовать в голосовании и побеждают, грубо говоря, интересный проект, тот, который выбирают сами жильцы. Вот. Этот формат нам очень понравился. Дальше соучастное проектирование. Почему наш проект, ну, так легко вышел на федеральную повестку? Потому что действительно мы, ну, можно сказать, были первые, кто такой проект делал методом соучастного проектирования в Тюмени. То есть мы собирали жителей, мы не презентовали готовую какую-то концепцию, а мы разрабатывали порядка, ну, начинали мы вообще с пяти разных концепций, собирали мнения, собирали технические задания, то есть мы интересовались всех общественных организаций, у жителей этого района, встречались с застройщиками, понятно, слышали от властей, что там, ну, должно быть, учитывали местность, подключали, дали на следующем этапе уже профессиональное архитектурное сообщество. То есть и получился такой проект длиной в год, в котором участвовали, ну, можно сказать, все профессиональные сообщества. И дальше мы из трех, ну, хороших, отрисованных концепций, мы выбрали одну, ну, скомпоновали одну, которая уже и легла в основу технического задания для будущего парка. И почему еще вот этот проект достаточно хорошо там обсуждался, ну, так, в федеральной повестке, потому что озера в черте города, они есть везде. Озера – это федеральная собственность, ну, к которой у нас вообще в любом городе боятся прикасаться. И поэтому озера погибают, поэтому озера не, ну, не получают надлежащего ухода. Ну, и там, знаете, очень сложная бюрократическая именно проволочка вообще что-либо сделать рядом с озером, на озере. Мы благодаря агентству стратегических инициатив, мы все эти барьеры легко проходили, нам помогали юридически, нам подключали экспертов, да, по водным объектам. И, ну, задача УАСИ именно стоит разработать такой пилотный проект, на примере которых другие города и регионы смогут, ну, благоустроить свои озера и сделать это местом притяжения. Александр, расскажите о бюджете. Вот сколько денег уже вложено в первый проект и сколько вообще суммарно уйдет? Здесь я могу сказать только о денег, которые были вложены на протяжении четырех, наверное, лет, ну, трех лет, вот как мы с братом занялись этим проектом, да, здесь частных денежных средств вложено порядка, наверное, 17 миллионов рублей. И если говорить о бюджетных средствах, то пока что, ну, вот первое, да, деньги, которые мы прямо действительно ощутили, это, по-моему, если я не ошибаюсь, там, полмиллиона рублей, там, 480 тысяч, это помощь была от, ну, в рамках организативного бюджетирования от управы центрального района. Нам очень много помогали здесь, то, что нельзя померить деньгами, нам очень помогали безвозмездно, допустим, сообщество ландшафтных дизайнеров города Тюмени, нам помогали проектировщики, вот то, что вы видели на берегу, да, это нам бесплатно, наши тюменские ребята-проектировщики проектировали. Нам, наш питомник тюменский, питомник Ива-парк, да, они сделали 50% скидку на зеленое насаждение, то есть, ну, грубо говоря, подарили несколько деревьев дорогостоящих, большим, ну, крупномерно. Есть, допустим, сообщество, в которое там кто-то техникой помогает, ну, и мы это все, как бы, в деньги не переводим, то есть, это такая помощь на благо парка. Есть деньги инвесторов, то есть, частный инвестор тоже у нас вложил уже порядка двух с половиной миллионов, благодаря этим деньгам мы смогли завести электричество, 250 киловатт, мы смогли построить понтон. Что касается стоимости вообще всего проекта, здесь мне сложно сказать, это все будет, это мы все увидим, когда будет проект. Ну, вот я знаю, что на очистку озера, допустим, да, тоже выделено порядка 60 миллионов рублей, это будет аукцион на очистку озера. На проект тоже выделены уже денежные средства на разработку и на проектную документацию, то есть, сейчас будет идти конкурс. Ну, потихоньку, то есть, это же тоже процедура бюджетирования, она такая долгая, но, грубо говоря, все этапы согласования мы прошли, сейчас дело осталось, ну, в механизмах. И вообще, а если говорить о частных инвестициях, которые мы планируем привлечь уже на строительство парка, ну, на какие-то отдельные объекты, то, ну, на сегодняшний день у нас есть подтвержденная сумма людей, которые готовы инвестировать, да, в строительство парка, это порядка 200 миллионов рублей. Какие еще интересности появятся вообще на территории парка? Ну, то, что мы в этом году уже хотим сделать и попробовать реализовать, мы очень сильно хотим сделать плавучий домик для птиц, ну, для пернатых, мы очень хотим попробовать, это мы уже ведем переговоры, как строить, мы хотим сделать домик для андатр, потому что их там несколько семей у нас на берегу живет. Дальше, на следующий год у нас уже есть проекты, утвержденные плавающие клумбы, это такие, ну, так скажем, островки, на которых растут цветы и небольшие кустарники. Понтон вы уже видели, то есть это будет, знаете, скорее всего, из понтона мы сделаем что-то типа лодочной станции. Вот эти идеи, это народное творчество или это вот вы где-то подглядели? Нет, конечно, ну, так скажем, самые лучшие парки мы смотрели, в основном там вода, ну, водные объекты, это Китай, Корея, Таиланд, Вьетнам, то есть там, где вода, ну, круглогодичная, тепло, то есть там очень много объектов прямо на воде, то есть была идея построить большой остров посередине озера в виде рыбы-кита, вот, и на нем сделать, ну, знаете, вот как деревенька народных ремесел. Вот, но, конечно, это крайне дорогой проект и финансовый, но инвесторам он не интересен, туристический трафик создаст он или не создаст, тоже сложно просчитать, поэтому, конечно, мы от такой идеи отказались, хотя, конечно, нарисовано было круто. И последний вопрос, парк позиционируется как событийный парк, почему? И откуда такая идея? Это, можно сказать, идея, которую мы закладывали вообще, в принципе, в самом начале своего пути, то есть у меня задача стояла делать спортивные события, так как я увлекаюсь марафонами, триатлоном, очень часто езжу на спортивные события за рубеж, и мне бы очень сильно хотелось, чтобы мы могли сюда привлекать международные соревнования, как любительские, так и профессиональные. У нас в городе инфраструктурно таких объектов нет, это вот, допустим, жемчужина Сибири, да, она как бы еще может послужить местом проведения, но последняя тенденция – это проведение крупных мероприятий именно в черте города, которые привлекают международных туристов. У меня стояла задача – это спортивные мероприятия, а мой брат, младший Артем, так как он является организатором многих тюменских больших мероприятий, фестиваль «Жара», форум, суд, вот, он прекрасно неполнослышки знает, что такое проведение мероприятий в черте города, большого массового там фестиваля, да, и тоже площадь четырехсотлетия уже не справляется с трафиком, и инфраструктура, она не очень удобна для проведения таких мероприятий. Поэтому мы ставили своей задачей спроектировать такой парк, в который мы бы смогли затягивать мероприятия там не на 10-15 тысяч человек, а на 20-30 тысяч человек. И чтобы мы могли, если мы, допустим, проводим какой-то чемпионат, соревнования или форум, мы могли перекрывать часть парка, и это не было столь болезненно, как, допустим, у нас проходит фестивальная площадь четырехсотлетия, она обносится металлическим забором, ставятся металлические рамки, то есть это не очень эстетично и, конечно, не очень комфортно. Вот, поэтому мы хотели бы, чтобы это все было вписано уже в интерьер самого парка, и беспроблемно можно было бы локально где-то перекрывать парк для того, чтобы делать, ну, какие-то мероприятия, ну, там, допустим, концерт какой-то, да, там, то есть в Тюмень очень мало таких площадок. В Екатеринбурге мы знаем, что проводятся концерты, куда приезжают мировые звезды. Ну, в Тюмень Мадонна там не поедет, потому что ей просто тупо негде выступить. Вот, а мы бы хотели сделать такую площадку, куда бы могли приехать, не знаю, в Скорпиан, допустим. Подписывайтесь на канал Федерал Пресс в YouTube, на наши социальные сети, и следите за следующими публикациями. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok